Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о травничестве в преддверии семинара Елены Викторовны Наумовой в Минске. Как-то о травах принято думать, что это те составляющие лекарственных препаратов, которые работают чисто на физическом плане. То есть есть там какие-то химические соединения, химические вещества, которые так и так отразятся на желудке, на сердце, на почках, на легких и так далее. И более того, в обществе к ним есть пренебрежительные отношения, когда говорят «травки», да, «попью травки», типа это такой лайт вариант по сравнению с химическими препаратами. Так вот, хочу вас разуверить, господа, все на самом деле значительно сложнее, связанное с травами. И все, что касается травничества, даже продолжая тему инфодайвинга и работая с детьми, там, с тяжелыми недугами, мы очень часто выходим на то, что души рекомендуют, рекомендуют, например, там, попить кору осина или тысячелестника, заварить для чего-то, да. Как правило, в каких-то дальше комбинациях идет зависимость, какая трава, вплоть до, вот была одна консультация, где душа просто продиктовала сбор, да, чему мы были очень удивлены, потому что нам еще надо было выбирать составляющие и осознавать, о какой траве вообще идет речь, да. То есть, ну, слава богу, было вот такое увлечение, вот, именно травами заниматься. У трав есть две другие составляющие, кроме материальной, да, которая связана непосредственно с телом растения. Есть психическая составляющая и есть энергетическая составляющая. И это две составляющие необычайно важные. Психическая составляющая, рассмотрим, травы обладают сознанием. И сознание растения, оно, как правило, является катализатором для запуска осознаний у человека тех моментов, которые важны для того, чтобы выйти из болезни. То есть, они повышают осознанность людей. За счет чего? За счет своей более высокой вибрационной энергетической составляющей, да. То есть, травы находятся в состояниях от радости и выше, они ближе к богу по состояниям. Если человек болеющий, это вина, обида, злость, агрессия, жадность и пошло, да, это более низкие состояния. У трав состояния от радости и выше, да. То есть, травы помогают и являются спусковым моментом к осознаниям. И за счет вот этих своих высоких вибрационных составляющих, травы помогают человеку выйти в другие состояния. Вот можете заметить, например, если у вас депрессия, вам плохо и так далее, вы отправляетесь подышать, подышать воздухом на природу, в лес, да. И вы видите грипп, что у вас вызывает это? Вау, восторг. Вы собираете ягоды. Наступает момент, когда у вас внутри отключается диалог и просто, просто наслаждение. Вы можете устать физически, а душа при этом у вас отдохнула. Душа при этом у вас наполнилась энергией, она стала большой и сильной, да. То есть, у вас идут те внутренние энергетические процессы, которые ведут к здоровью. И вот это ни одно лекарство вам не даст, да. Поэтому, когда мы говорим о травничестве, и когда мы работаем, например, с тяжело больными, особенно взрослыми людьми, особенно возрастными, они часто от нас могут слышать совет, просто заняться травничеством для себя. Если вы там живете, у вас дача, огород, посмотрите, какие травы пришли к вам сорняками. И вы вдруг обнаружите, если вы их разберете, химические свойства, и почитаете о них народную медицину, вы вдруг увидите, что это те травы, которые сейчас, здесь и сейчас нужны под ваши заболевания. И надо знать, как с ними работать, надо знать, какие вытяжки из них сделать, как их можно соединять между собой, сушить их лучше, заваривать их лучше, как их употреблять. Может, гидролат имеет смысл сделать, может, еще что-то. Пойдут это для простудных заболеваний, или пойдут они для хронических заболеваний. Пошло-пошло, вопросов очень много. И я всегда говорю, Google в помощь, Planet это программа на Play Market в помощь. Это реально определитель растений. На сегодняшний день очень хорошая программа, ею можно пользоваться. Но в травничестве очень много значит учитель, тот, который помогает вам сделать шаг и начать работать. Потому что самое-самое-самое сложное, это начать работать с травами. Кажется просто, но каждый раз человек откладывает на потом. Почему? Потому что есть определенная дистанция, барьер, страх. Как будто я ошибусь, я сделаю не так, у меня не хватает базовых знаний. А действительно, вот по базовым знаниям пробел, начинаешь читать, вроде бы просто, тебе говорят рецепт, как заварить. И там уже у человека на этапе, пока он пытается собрать этот рецепт, уже возникают вопросы в названиях, в терминах, как сделать. А пойдет, не пойдет, а вдруг ресурс обман, и пошло, пошло, пошло. А когда вы взяли информацию из достоверного источника, когда вы доверяете источнику, то у вас работает механизм веры. А механизм веры включает плацебо. А плацебо добавляет результат уже на имеющиеся физические свойства, химические, биохимические, психические, работа с сознанием, энергетические, работа с энергетикой, состоянием, свойства трав. И представляете, вот это вот все комби, оно, конечно, дает значительно лучший результат, чем травы. Травы, те же самые антибиотики на природной основе, не убивают печень. Если это не ядовитые травы, сразу оговорюсь, потому что можно и убить. Но если, например, вы берете природный антибиотик, работаете грамотно, он не убивает печень по сравнению с синтетическим антибиотиком. И вот таких вот примеров можно приводить, приводить, приводить. Я говорю простыми словами, но я приглашаю вас присоединиться, присоединиться к нашей группе. Мы занимаемся травничеством уже третий год, да, даже уже четвертый скоро пойдет. В Минске существует школа травничества. К нам периодически приезжает Елена Викторовна Наумова. Бывает это редко, вот сейчас раз в год, да. Но она здесь бывает, она отвечает на вопросы, она помогает двигаться дальше. Многие девчата уже сделали свои аптекарские огородики, многие на даче выращивают ту же самую. Монарду, милису, сорта мята и так далее. Уже сами делают гидролаты, вытяжки, сами делают настойки, масло тоже самое, зверобоя, каждый уже делает сам, да. Очень много чего люди делают сами. Вот, и мы вас приглашаем присоединиться и начать работать. Вы увидите, насколько это помогает в том же самом инфодайвинге. Травы – это сознание, они реально помогают. Вот начните, вы поймете, о чем я говорю, тяжело говорить словами, когда человек не начинал. Вот, травы помогают, помогают в работе с информацией. Травы знают и могут и помнят очень многое. И это многое можно из них брать. Вот, и самое главное, травы дают невероятные внутренние расширения, силовые состояния. Когда вы действительно чувствуете, что вы становитесь всем миром, единым со всем миром. Вы переходите в субъективное восприятие. Да, это все помогает сделать трава. Не случайно люди, которые обладали знаниями, всегда, всегда в своем запасе имели травничество. Вот, посмотрите, возьмите любого святого, возьмите любую Матрону, да. Она все равно в запасе имела травничество. Я приглашаю вас на семинар, который пройдет 14-15 сентября с 10 до 18 часов на базе Института развития и образования в Минске. Это адрес улицы Петра Глебки, 88, аудитория 2, да. Будет вести его Елена Викторовна Наумова. Там будет присутствовать много известных вам лиц, которые вы видите в интернете, которые занимаются инфодайвингом. И видео с ними вы могли уже встречать неоднократно. Приходите к нам в группу, будем общаться лично, живьем. Но онлайн-трансляции не будет. Это единственный семинар, который у нас идет только в живом варианте. Мы так и не смогли уговорить Елену Викторовну Наумову на онлайн-трансляции. Ждем вас. Да, и если вы не минчане, если вы из других стран, не беда. Просто билет на самолет или на поезд и приезжайте в Минск. На базе Института развития и образования на третьем этаже есть гостиница. Вы мне просто напишите, я вам дам прямой контакт с женщиной. Вас там поселят. И там очень дешево, дешевле, чем в хостеле, но при этом хорошие условия. Просто приезжайте. Просто приезжайте и проведите время с нами. До встречи, друзья.